Здравствуйте, мои хорошие! Меня зовут Алексей. Сегодня вечером с Серёгой опять собрались, чтобы поиграть в Space Marine. Сыграем за разных бойцов, других, да? Не тех, что были в первом видео. Вот, давайте, значит, зайдём в онлайн, в редактор и поменяем вооружение. Меня спрашивали по поводу Heavy Bolter. Есть ли он в игре? Да, есть. Изначально я, в общем, бегал с плазменным оружием. Есть ещё также у осадного лазерное оружие, да? Которое любит Серёга. Это такая снайперская винтовка. И вот Коле спрашивали про тяжёлый Bolter. Я его возьму. Он изначально даётся. Я не скажу, что он прям хороший, потому что... Нет, он хороший, но до какого-то, скажем так, этапа. Потому что, когда пойдут бронированные, то, собственно, бронированные противники, да? То он уже не так эффективен. И вот давайте у штурмовика, значит, поставим что-нибудь другое, да? Здесь получается пулемёт, а второе оружие... Особое снаряжение. Осколочные гранаты стоят. Ну что ж, хорошо. Я вот думаю, что-то другое поставить. Миномёт уже мы видели в прошлом видео, да? Пулемёт, я думаю, что не очень интересно. Ну давайте поставим вот это оружие. Заодно и посмотрим, вспомним, что это такое, с чем едят. Серёга, ладно. Давай, кидай инвайт и поехали. Ну что, карта загружена. Давайте начнём с осадного режима. Обнаружены инопланетные формы. Вот, Ари уже появляется. Дело в том, что в этом бойце, точнее, с этим бойцом можно перейти в осадный режим, который позволяет расстреливать врагов просто пачками, да? Давайте так и сделаем. Переходим в осадный режим. И поливаем просто с пулемёта. Ух ты, чертяга, в упор просто подошёл. А проблема в том, что эта пушка перегревается, да? То есть её перезаряжать не нужно, но она перегревается. И вот я как раз стою на месте спавна противников, но пока что ничего такого здесь интересного нету. Так, ну что, орки, давайте появляйтесь. Самое интересное, вкусное где-то в другом месте происходит. Серёга там уже бегает, а разматывает всех в ближнем бою. Да что ж такое, это в упор подошёл, ни хера себе. Где? Кто? Кто по мне стреляет? Так, ну что? А, во, уже опять появляется. Вот закон подлости, да, стоит им не только выйти с осадного режима, как они тут же появляются. Стоит мне перейти в осадный режим? Их нету, да? Не, ничего, нормально, сейчас движуха будет получше, потому что как раз-таки появятся контрольные точки, которые надо захватывать, да? И там уже будет всё поинтересней. Что-то вы все ближние в обои, ребята. Я просто не успеваю за вами, да? То есть они только буквально появляются, вы их тут же разматываете. Всё, осталось буквально пару врагов. О, хорош. Так, ну что ж, мы заработали очки. У нас, напомню, в нижнем углу показываются точки восстановления, а именно то, что мы можем целых четыре раза ещё восстановиться. Давайте сбегаем сюда, подберём патроны, подберём гранату. О, как я неудачно в самый замес просто попал. Давайте сделаем следующим образом. Граната. О, хорош. Ха-ха. Так, и сбоку ещё, по-моему, да? Сейчас они должны ещё появляться также сбоку. У меня дело в том, что у этого персонажа стоит повышенная броня, так что мы сможем спокойно пережить какой-то урон, да? Находясь в упор просто к врагу. Вот я просто как сайгак туда-сюда скачу, этих орков ищу. Ничего, ничего, ребят. Сейчас волны, 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 собственно, станут жёстче. И за противником бегать уже не придётся. Я думаю, что он уже там меня сам найдёт, да, противник. О, какая толпа. Всё. Ножка. Ха-ха-ха, хорош. Кстати, ближнего боя наш персонаж, ну, совсем просто убожество, да? Он может пинать врага вот так вот. Ну, это крайне слабо. Хе-хе-хе. Это крайне слабо, конечно, но... У нас задача другая. У нас задача как раз противников разматывать расстояние. А не лезть в ближний бой. Серёга, я вообще не представляю, где вы там кого убиваете. Или вы настолько хорошо убиваете то, что до меня вообще ничего не доходит. Потому что я бегаю, бегаю, вообще ни в кого толком не стреляю. Как-то вы сильно хорошо справляетесь. Хе-хе. Ничего-ничего, сейчас будет движуха получше. Так, буквально пару врагов ещё осталось. О, хорош. Так, вообще по-хорошему у нас, по-моему, я не помню, кстати, 400 патронов максимум, да? Хочется как-то быть к этому готовым. Ладно, погнали на контрольную точку. Как раз-таки они сейчас будут появляться на центре. Серёга, жди их на центре. Они как раз сейчас заспавнятся. Держи гранату. О, даже удалось кого-то убить. Ну, а мы должны удерживать позицию. По идее, Серёга тоже может захватывать. Но ему не очень удачно, не очень удобно даже, я бы сказал, это делать. Потому что он ближний в обои. Ну, какого чёрта? Надо стоять как бы стабильно на точке. А ему приходится бегать. Поэтому такое небольшое разделение, скажем так, полномочий, да? То есть, если я стреляю с пулемёта, с автомата там, я стою на точке, то Серёга машет там в ближнем бою. Машет, херачит всех налево-направо, да? Даже успел где-то заработать помощь. Ну, там наши парни справляются с этим спокойно сами. Во, как мы лихо разматываем. У меня даже толком киллы не зарабатываются только разве что ассисты. Все меня бросили. Просто стою один на точке. Спасибо, чувак. Помогай мне. О, Трамп бежит. Привет. Точка захваченная. Ну что, хорошо. Осталось буквально убить пару противников. И мы запустим следующую волну. Так, ну что, ребят, давайте их здесь подождём, потому что, скорее всего, они здесь как раз-таки и появятся. Остаются пока под вопросом. О, как я угадал. Кричат. Во-о-о-о! И тут же мы поливаем их с пулемёта. Правда, нужно не допускать того, чтобы пулемёт перегревался, да? Чтобы не было никаких нежданчиков. О, оставил мне патроны. Спасибо. Ножка. Хорош. Ты живой, что ли? Нихера себе ты живучий парень. Ну что, давайте ближе к центру, да? В самый замеш, что называется. Ох ты вытвори! Они там опять сзади появляются. Ох. Кто-то у меня под сраку просто гранату кинул. Давайте штурмовой режим. Ох. Но он, видите, ближнего боя с тяжёлым молотом, так что он спокойно справляется с противниками. И, собственно, не оставляет ни шанса, да? Ни шанса заработать хоть пару киллов. Давайте гранату подберём, патроны подберём. Всё, у нас уже полный боезапас просто, да? Куча патронов. Также есть ещё одна граната, так что противники появляются и тут же умирают. Наш парень просто даже долететь не успел, как мы всех размотали. Вот единственное, что плохо, конечно, что перегревается оружие, и вот приходится ждать какое-то время, да, чтобы оно охладилось. Не стоит допускать того, чтобы они вас окружали, просто топаем ножкой, вот так, чбак, и добиваем всех, кто остался. Ху, хорош. Альтернативное оружие у нас это пистолет, но он абсолютно бесполезен, так что нет никакого смысла его использовать. Ну, только разве что, если у вас закончились патроны, ну, в общем, в крайнем случае. Забираем гранатку. Во, а патроны трогать не буду, потому что у нас почти максимум. Ну что, ждём следующий выход, следующую волну. Во, давайте, кидаем гранату. О, как мы успешно их подорвали. Ох, кто-то ослепил. Ёбушки-воробушки. Получайте, твари. Теперь я спокойно могу сказать, что накормлю вас свинцом, да? Потому что как раз-таки я стреляю с оружия такого пистолетного, или, как сказать, свинцового. Ну, в общем, ни лазерного, ни плазменного, ничего такого. Да, конечно, в осадном режиме скорострельность намного выше. Фу, ребята, ну, дайте мне хотя бы это, немножко охладить оружие. А то не появляются и появляются твари. Давайте подберём гранату. Пнём его. Ну-ка, уйди отсюда. И ножка. Ох, хорош. Опять появляются. Держи гранату. Что-то им моя граната просто как слону дробина, да? Ой-ёй-ёй-ёй. Сваливаем. Там появился какой-то бронированный парень, но он, кстати, достаточно хорош в плане выживаемости. И мне придётся потратить кучу патронов, чтобы его размотать. Ну, я думаю, справимся с этим. Умри, чертяга. У него тоже, кстати, пулемёт. Переходим в осадный режим и продолжаем наяривать. Ножка. В осадном режиме я не могу ножкой топать, поэтому нужно срочно переходить из осадного режима в обычный, да? Для того, чтобы была такая возможность. А, ребята, контрольные точки же горят. А я стою и вообще не вникаю ни во что. Серёга, я иду к тебе. Всё, можешь бежать, идти в ближний бой. А я вообще как-то, это, ну, увлёкся, да, разговариваю, стреляю и совсем забыл про то, что есть контрольные точки. Я отпустил Серёгу, потому что оно это не дело. Чувак в ближнем обои, чё он будет стоять, да, как на привязи. То есть такое. Сейчас он там уже всех почухает. Да, Серёга, скажи? Сейчас всем в ближнем бою порву жопу. Что-то наша точка еле-еле ковыряется. Самое прикольное, когда вот одно дело стоишь здесь, когда противников толком нету, да, и захватываешь точку. И другое дело, когда на тебя там летят огромные толпы орков. И, ну, как бы, там каждая секунда захвата, она, скажем так, многого стоит. Потому что там продержаться каждую секунду очень тяжело. Это здесь я стою как бы не вникаю ни во что. Вот какой-то орк чисто случайно забрёл ко мне. И то Серёга там уже прилетел и сейчас всех постукает. Так, Серёжка, ты там только патрончики не бери, пожалуйста. Так, возьмём гранату. Возьмём патроны. О! Кстати, мне писали в комментариях по поводу того, почему мы проиграли в прошлом матче, да. Я так до конца и не понял, что вроде как прогрузились на карту, кто-то вышел, не догрузился. В общем, какая-то сложная система была. Но, так или иначе, мы там далеко прошли. И вот жалко, что кто-то вышел и, в общем, точку мы так и не захватили. Ну, точнее, не то, что точку не захватили, а не продвинулись дальше по карте. Ох, там сзади сколько-то их тварей. Там уже из гранатомёта со всего что подряд. Со всего месяц. Перегрев оружия. Осталось буквально 27 патронов. Это просто жесть. Сейчас надо просто молиться на то, чтобы из врагов выпали патроны. Потому что столько патронов, это, конечно, вообще не деда. Ну что, ребят, патронов больше нету. Придётся бегать с пистолетом. У него урон крайне слабый, поэтому я сильно, скажем так, не тешу надежду на него. Но придётся, придётся бегать пока с ним. Я думаю, что вы посмотрели, что такой тяжёлый болтер, да, и что он может... Фу, неужели мы это сделали... О, патрики, хорош. Ножка. Да, активировались уже пулемёты. И сейчас спокойно сможем размотать врага. Во, кричат. Ну что, ребят, остались считанные секунды до перехода на следующую карту. Во! Патроны можно уже не экономить, потому что после смены карты, собственно, патроны тебе дадут. Всё, отправляемся дальше. Ну что, в конце матча идёт подсчёт очков. Неплохо мы так настреляли, да? Идём дальше. Так, ну так что, ребят, давайте возьмём штурмовика. У нас какое-то лазерное, плазменное оружие, непонятно что. В общем, походу разберёмся, да? Как я уже говорил, это что-то такое среднее, да? То есть... Ой, какой-то дробовик, по всей видимости. То есть это и не настолько хороший стрелок, да? И не настолько хороший ближний бой. То есть что-то среднее. Но что-то меня это оружие вообще не впечатляет, потому что Большая перезарядка, скажем так, но достаточно хороший урон по площади. Возможно, нужно дождаться просто, когда врагов станет побольше, да? Тогда мы сможем их легко разматывать. Просто огромными толпами. Но вот проблема в том, что как раз-таки очень мало патронов. Осталось буквально 4 патрона. И вот зачастую 10 раз думаешь над тем стрелять в кого-то или нет, да? Потому что патронов мало и приходится как-то экономить. Но зато у нас уже есть... Нет, третью гранату я что-то подобрать не получилось. Вроде стреляют, толку ноль. Зарабатывают только поддержки. Ну вот разве что пара убийств есть. Ну что, ребята, орки, давайте как-то кучнее. Во, хорош. Не, ребят, неплохо, но патронов крайне мало. Граната. Фу, получается, с каждым боезапасом мы подбираем только 4 патрона. Но это крайне мало. Ну что, ребят, отправляемся наверх. А по всей видимости сейчас основная масса как раз сверху пойдет. Так. И продвигаемся выше. С моими-то патронами идти наверх. Меня же там просто размотают. Не, у меня есть также ближний бой. Кстати, да, почему я забыл про ближний бой? Постоянно забываю. Будем использовать, а почему нет? Да ешки матрешки. На! На тебе пилой! О, и гранату нам подбросили. Он еще уворачивает, а слышите? Вообще крутой пацан. У нас тут чисто махач один на один, да? Размотали. Отлично. А, кстати, ребят, больше трех гранат подобрать не могу, да? То есть я четко подбирал третью гранату, она просто исчезла. То есть максимум две гранаты, по всей видимости. Как-то так это работает. Отправляемся в другой конец карты. На нахрен. Ну, кстати, она вообще не дальнобойная, да? То есть она стреляет достаточно близко, но хорошо. То есть надо все равно подходить поближе к противнику, чтобы его размотать. А, я думаю, что у меня это? Не стреляет, а патронов нету. И Серега уже выбрал привычного осадного бойца с лазерной винтовкой. На самом деле она очень тяжелая, в том плане, что она как бы не имеет прицела, и ты постоянно должен прицеливаться с оптики. А это сделать достаточно тяжело, когда противник особенно близко, да, рядом с тобой. Но она вроде как хорошо херачит врагов по линии. Так что Серега, как говорит, что это его пока что любимое, похоже, оружие. Вот. Но посмотрим, что будет дальше. Так, ну что, ребят, ждем следующих выходов. У нас нету патронов, но у нас есть гранаты. Так что будем давить их психологически. Типа, чуваки, давайте, давайте, давайте сюда. Вот вам по джопу граната и все такое. Ладно, давайте походим с пистолетом какое-то время, потому что надо что-то делать же, да, с врагом. Достаточно много тратится патронов и сил, скажем так, чтобы убить врага. Во! С помощью пистолета, да? Ну, я планирую, знаете как, ребят, вот так хотя бы толпяком их как-то стакать. Уже кидать гранату, не знаю, что-то делать. Потому что с пистолетом убивать их это такое занятие. Очень прохладное. Собираем гранаты. Проходим вперед. Разбрасываем всегда. А контрольную точку вообще никто не держит. По всей видимости, всем хочется подраться именно в ближнем бою. Никто особо не вникает. Но я не держу ее по той причине, что у меня нету патронов толком. Ну, разве что только у пистолета. Вот, и у меня осталось еще крайне мало здоровья. Серега, давай, занимай. Все карты в руки тебе. Ух ты ж, ешки-матрешки, сколько всяких этих приколюх. Забираем патроны. Все, Серега, я иду к тебе на помощь. У меня есть теперь патроны от моей плазменной винтовки. И у меня есть также еще гранаты, которыми я не постесняюсь воспользоваться. Давайте, товаре, идите сюда. И еще граната. Хорош. А, кстати, Серега, есть еще также такое улучшение, как усиление гранат. У меня на каком-то бойце это стоит. Прикольная штука. Наверное, да. То есть я, как бы, это надо вникать, замерять урон. Где лучше, насколько лучше. Но есть просто такой пассивный навык, как увеличение... Ну, там не только урон с гранат, да. Там просто увеличение, как бы, вот этих дополнительных приколюх. И буквально перед носом у Сереги я забрал гранату. И он, наверное, меня материт. А может, он просто не заметил. Хе, черт его знает. Так, ну что? Во-о-о-о! И противники бегут в атаку. Ждем, ждем. Не, ну неплохо, ребят. В ближнем бою вообще неплохо. Очень даже неплохо. Меня зовут Алёха. О, какой серьезный парень. Мечом там машет, херачит. Так. Ну-ка, вражины, идите сюда. Граната. Неплохо наяриваем, да, ребята? Граната. Хорош. Не, ну вот это, ребят, перезарядка, конечно, делают в вырванные годы. Когда ждешь там буквально, там, не знаю, подолгу-подолгу, да, когда она там перезарядится. Потому что в замесе буквально доли секунд все решают. Либо ты, либо тебя, да. Третьего не дано. Гранату подбираем. И идем в бой дальше. Да где же ты, вот ты? Че ты, один на один, давай. Гоу, гоу, гоу. Граната. Как-то неудачно я ее кинул. По-моему, больше даже себе хуже сделал. По-моему, хуже сделал только себе. Ну что, хорошо? Неплохо отбились, да? Так, похоже, там сверху какие-то пулеметчики, да? Нужно ими заняться. Потому что это не дело, да? Стреляют, стреляют там сверху. Йентуни есть хорошо. Так, ну что? Поднимаемся наверх. Если я все правильно помню, то следующая волна будет бомберменов. Но это не точно. В прошлом эпизоде они уже были. Те, которые бегут в ближний бой и пытаются правать те жопу. Ой-ой-ой, чуваки, я тут вообще не вывезу. Потому что их крайне много. Я даже переволновался и куда-то свалился. Ну, может быть, это и наоборот хорошо. Потому что меня как раз спасло жизнь. Но здоровья у меня осталось крайне мало. Очень мало здоровья. Ох, неужели я это пережил? Потому что у меня буквально оставалось там, не знаю, миллиметров пять здоровья. Не более того. Фу, неужели это мы сделали, да? Граната. А, у меня патронов нету. Я и думаю, что такое? Вот зачастую просто во время боя забываешь о том, что тебе надо как-то следить за патронами. И по всей видимости... А, у него есть патроны. Е-е-е-е-е-е-е. Е, детка. Нужно стараться просто уворачиваться. Потому что вот этот парень ближнего боя, ну, вообще вырванные годы делает. И по всей видимости, я так просто его не размотаю. Ножка. Парни, нету патронов. Вообще нету патронов. Только разве что с пистолета. Помогайте, чем можете. Осталось буквально немножко врагов. Неужели? Так, и последний патроны отжал чувак. Зато у меня есть пистолеты-граната. Но, ими я особо не навоююсь. Во, 4 патрона. 3 патрона. Ну что, ребят, поднимаемся наверх. Потому что, собственно, здесь очень опасно оставаться. Сейчас как раз будут бомбермены. Хотя можем здесь... А, тью-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Ёшки-матрёшки. Что-то я совсем неудача встал. И, ребят, погнали наверх, так оно будет надёжней. Давайте встанем примерно здесь и будем перекрывать вот этот проход. Фух, неужели мы всё-таки выжили? А, тут ещё и орки появляются, ничего себе. А вот и бомбермены бегут. Они взрываются буквально с одного выстрела. И, что хочу сказать, за патронами я уже не побегу, потому что, по-моему, это последняя волна. Стоит её пережить, как бы, и будет всё хорошо. Бегут, 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 ребята. Пусть бегут, и не уколюши, да, Серёга? Пешеходы по лужам, тра-та-та, ра-та-та-ты, ра-та-ты, новое испытание. Какое ещё испытание? Не надо мне никаких испытаний. Испытания пройдены. Не знаю, кем там что пройдено. Явно не мной. А бомбермен уже сзади заходит. Ничего себе, а мне спину даже никто не прикрывает. Да, вот так вот и надеюсь она. Наших напарников, да? Никто тебе даже спину не прикроет. А они всё бегут и бегут. А, кстати, а может мне тогда здесь уж встать, коли такая петрушка пошла? Хотя они могут слева зайти. Да, позиция крайне неудачная. Я реально опасаюсь, потому что они могут со всех сторон просто зайти. Они как раз снизу наверх поднимаются. Жесть! О, последние противники. Неужели это свершилось? Отлично! Ну что, ребят, отправляемся на следующую карту. Я сделал небольшую паузу между картами, а там уже парни, похоже, рвут и мечут, да? Ну что, давайте возьмём ближнего боя. А похоже, я зря, зря это затеял, потому что в прошлый раз мы играли на этой карте. Ладно, чё загадывать. Будем держаться до последнего, да? Из-за всех сил просто. Самое главное, это просто выжить, да? Ну, конечно, и размотать врага, не без этого. Только начал, уже половину здоровья где-то потерял. Как это работает, чёрт его знает. Ну, а я, с другой стороны, могу куда-нибудь встать, не полечиться. Так, что это такое? Так, ребят, давайте всё-таки так и сделаем. Вот, допустим, сюда. Сейчас восстановим немножко здоровья и уже потом отправимся в бой. Наши там парни разрывают, да? Можно так со высоты наблюдать, как это всё происходит. А вообще, по-хорошему, расслабляться не стоит, потому что нужно удерживать контрольные точки. Это я сейчас разглагольствую, не по теме. А на самом деле, как раз-таки, нужно напрячься. Давайте всё-таки, ребят, добьём эту точку и потом уже пойдём дальше. Так. Ну-ка, вражины, отвалите. Хорошо то, что у нас никто не умирает. Это значит, что у нас будет больше шансов для того, чтобы здесь успешно, скажем так, пройти эту карту. Я стараюсь просто прыгать, а отхиливаться, да, насколько это возможно. Какое-то время хотя бы. Отлично. Осталось буквально пару врагов и, собственно, эту волну мы завершим. Да, у него просто нет ни шанса со мной в ближнем бою. Отлично. Ну что, ребят, ждём следующих выходов противника. По всей видимости, опять будет куча контрольных точек. Ну, конечно. Враги появляются. Как-то они интересно появляются. У меня тут же пропадает вся броня и куча здоровья. Только с их появлением. Всё, размотали Лёху. И, кстати, хочу отметить, что с нами играет парень 40-го и 37-го уровня. Наверное, это хорошо. Значит, они знают, кто в настоящей битве... В настоящей битве из-за Императора, да? Ну что, я использовал одно воскрешение. Собственно, у нас осталось ещё три. Нужно как можно скорее набивать врагов, да, чтобы как-то восполнить то воскрешение, которым я воспользовался. А, тут бумбермены. Вон оно что. А я и думаю, что такое? Только появляюсь, главное. И тут же куча здоровья мне просто сносит. А всё оказалось намного проще. Просто как снег на голову. Размотали. Отлично. Ну что, ждём следующую волну. Серёга, ты напряжён или нет? Тут просто с каждой волной становится всё жуще и жуще. И нужно как-то немножко напрячься, да? Такой думаешь, ну всё, сейчас я напрягусь. И ничего не изменится, да? Напрягусь и обосрусь. Ой, тю-тю-тю-тю-тю. Гранаты мне там просто под задницу бросают. Так, ну что, ребят, выискиваем противников. Вот надо помочь нашему союзнику и вот размотать вот туда пацана. Но что-то я как-то... Во! Не с первого раза мне это получилось. А то стоит с гранатомёта наяривает. Но это не дело, не дело. Бронированный парень. То есть даже используя молот, я его там размотал буквально там с четвёртого удара. Да уж. Орки, они такие. Живучие скоты. Смерть с небес. Собственно, название говорит само за себя. Захватите контрольную точку. Ну что, ребят, давайте удерживать. Удерживать контрольную точку. Только буквально подошёл сюда, уже всю броню просадили твари. Давайте полечимся, ребят, потому что, ну, невыносимо. Куча здоровья просто сносят. Нужно что-то с этим делать. Так, ребят, давайте восстановимся хотя бы немножко, да? И уже потом возвращаемся в битву. Удерживаем, удерживаем, Серёга. Не отходим. Ну, по крайней мере, стараемся это делать. Я постараюсь тебя прикрыть. А тут ещё и бомбермены, чувак. Вообще жесть какая. Я, главное, иду вблизи боя, такой думаю, какого хера мне так сносят. А тут, оказывается, ещё и бомбермены. Неплохо мы наяриваем, да? Серёга, не забывай гранатки подбирать, так же их забрасывать гранатами, да? Всё, стоим, ребят, несмотря ни на что просто. Я специально сильно далеко от контрольной точки не отхожу, да? Чтобы, в общем, захватывать её как можно быстрее. Но вообще, это теория по поводу того, что чем больше народу её захватывает, да? Тем это быстрее происходит. То есть мы пока ещё до конца не выяснили, так ли это. Вот. Но надеемся на то, что это всё-таки так. И я всё-таки не зря стою, рискуя жизнью. Давайте, ребят, стимулятор подберём. Воспользуемся сразу им. Ёшки-матрёшки. Отличная контрольная точка захвачена. Ребят, восстановим здоровье. Инициация протокола. Похоже, сейчас активируются пулемёты, и, в общем, противники будут уничтожены. Но это не точно. Ой, 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 что творится? Что-то вообще, какая-то дичь просто. Тревога. Внимание. Уровень энергии превышает... Так, Серёга, если я правильно понял, то это последняя волна сейчас останется за нами. Фу, неужели мы это сделали? Ну что, ребят, ждём последнюю волну, насколько я понял. Что-то, какой-то туман. Туман войны, по всей видимости. Ох, какой бронированный парень. То есть, надо стараться максимально разматывать вот этих со щитами, тяжёлых вот этих парней, потому что как раз-таки это сделает проще жизнь нашим союзникам, которые дальнего боя. Потому что они тоже, как бы, не ваншотывают этих врагов. Вот ещё куча противника. Просто разматываем всех налево-направо. Кто там с гранатомёта поливает? Вы что, обалдели, что ли? Совсем уже не ценят мою жизнь. Пытаются размотать с гранатомёта. Но это правильное решение, по всей видимости, с орковской стороны. Что надо меня херачить как раз-таки с гранатомёта. Хоть что-то это проймёт меня, да? А то я прыгаю туда-сюда, как заяц. Эй, эй, парень, 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 парень. Ох, чувак, у меня сразу пол-хп, и меня убили. Что-то очень быстро меня размотали. Сейчас я воспользуюсь одним, скажем так, одной возможностью на воскрешение. Вот. Ох, как вы быстро набиваете. Два, один. Всё, врываемся в бой. Парни очень быстро набивают прогресс. Тем самым нивелируя то, что я воспользовался воскрешением. Но ближний бой, он такой. Он, конечно, просит... Просит самопожертвования, самоотдачи. Потому что разматывает очень быстро и эффективно в ближнем бою. О, круто! Ну что, Серёга, ликуй, радуйся. Надеюсь, в этот раз никто там не выйдет, да? И мы всё-таки поиграем на следующей карте. Я, наверное, этого же бойца оставлю. Ну что, ребят, мы отправляемся на следующую карту. По-моему, мы даже с Серёгой её никогда не видели, да? То есть мы до сюда просто не доходили. Главное, это упаковки. А, Серёга, так это карта с мостом, только немножко иная, да? То есть немножко с другой стороны, с другого ракурса. Ладно, неважно на самом деле. А, кстати, карта пока что хорошая. Такая достаточно линейная. А линейная-то хорошо, может быть, да? Потому что ты сможешь спокойно куда-то отлететь, убежать, полечиться и пойти дальше в бой. То есть самое хорошее, это когда у тебя есть место, где ты можешь спокойно полечиться, банально. Твари бегут, бегут. Просто сносят, как котёнка, меня. Но я как бы могу запрыгнуть наверх, там они мне не достанут. Уйдите отсюда! Тут ещё опасно то, что я могу вниз куда-то улететь, и это закончится всё суицидом. Фу. Осталось буквально пару противников. Неужели мы это сделали? Круто! Но это только начало, ребят. Сейчас жара будет всё жёстче и жёстче. А тут можно вообще хоть куда-то упасть не туда? Вот я боюсь туда прыгать, на самом деле. Ладно. Получайте, твари. Точка. А, понял. Серёга пишет, что нужно захватить и удерживать точку. Давайте, ребят, поближе к нашим. Сейчас буквально со следующего раза можем запрыгнуть наверх. Всё, я тут, Серёга. Разматываем, разматываем. Серёга поливает просто с лазер на винтовке всех, а я стараюсь прикрыть его жопу снизу. Он, главное, стреляет по кому-то сверху, а я, главное, убиваю тех, кто снизу. Как-то так это работает. О, тут уже пацанчики прилетели. Я телохранитель такой частный, личный. Так, понял. Ближний бой. Да, неплохо, неплохо справляемся. Серёга, а ты чё бегаешь-то туда-сюда? Ну-ка, стой на точке. А то бегает он, видишь, устроил. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, чё творят, чё творят, твари. Что они творят, остаются пока даже для меня вопросом. Фу. Ребята, осталось буквально немного, и точка останется за нами. Тебя, Серёга, здесь ждёт куча патронов, куча гранат, да? Подбирай, не хочу. Точка за нами. Неужели мы это сделали? Круто. У меня осталась пул брони. Огромная толпа врагов, которых мы пытаемся размотать, да? Хе-хе-хе. Я думаю, что у нас всё успешно получается. Осталось буквально пару противников. Фу. Так. Вон там ещё один остался. Ничего мы как запрыгнули. Да, это было напряжённо. Ну что, ждём следующей волны? О, джо. Они кричат, воу. И похоже, я очень сильно пожалел, что забрался в самую гущу, вот этот самый замес. Давайте, ребят, какое-то время подождём здесь. Восстановим здоровье. Потому что это не дело. Так сильно меня просадили просто. Не терпится, не терпится мне ворваться в битву. Ну, вообще, по-хорошему надо уважать все-таки нашу команду, потому что мое, скажем так, нетерпение, оно чревато тем, что я воспользуюсь просто-таки воскрешением, которое ограничено. Ну, по крайней мере, наших ребят вроде не разматывают, так что такое. Что ты там с гранатомета стреляешь, чертяга? Капец, как вас много. Ребята, это просто жесть. Они из меня просто душу высасывают. Ребят, восстанавливаемся. Осталось буквально там, я не знаю, 5 миллиметров. Все, размотали. Кого-то из наших уже убили, ничего себе. Остался буквально один. Если он сейчас умрет, то все, катка будет проиграна. Миграция на новый хост. Ой, как вовремя. И у нас, кстати, чувак один ливнул. Ну, вообще вовремя чувак ливнул. Ничего не сказать. Ёшки-матрёшки, как вас много. Тут зачастую просто не знаешь, куда убежать, куда спрятаться. Народу просто тьма. У нас один мёртвый, одного нету. Да, то есть, получается, мы сражаемся вдвоём сейчас пока что. Бежим просто напролом. Я не знаю, как это работает, но, ребят, вы сами видите, как разматывают очень жёстко. Нужно что-то с этим делать. Просто жесть, просто жесть, по-другому не скажешь. Здоровья осталось крайне мало. Я даже просто не знаю, куда мне спрятаться, чтобы это, от них как-то, да, отстать. У них дело в том, что есть также стрелковое оружие. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Я пытаюсь как-то восстановить своё здоровье, свою броню. У нас уже успели кого-то размотать. Опять эта миграция, да что такое-то? Ладно, пухер, пошли. Ох, это была глупая затея. Поражение, неужели я был последний? Да, что я могу сказать? Ну, чувак, нас двое, что ли, только оставалось? Нихера себе. То есть, получается, два чувака ливнули. Ну, такое. Ну что, давайте посмотрим, что у нас такого интересного открылось. Ага. На каждого прям бойца что-то открылось. Основные навыки, хорошо. Значительно повышает скорость регенерации здоровья. О, вот это уже интересная тема. Надо будет посмотреть. Значит, на этом режиме. Значительно снижает задержку перед началом регенерации брони. Тоже неплохая штука. Штурмовик. Вы можете использовать болтер вместо болтер-пистолета. Удерживайте его одной рукой. То есть, я насколько понял, ты можешь использовать пулемет. Но это такое, потому что, ну, все-таки это ближний бой, так что, все-таки, лучше взять что-то такое, что, скажем так, поможет тебе в выживаемости. Ну что, ребята, значит, я с вами на этом уже прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх. Вступайте в группу ВКонтакте. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...